Контрактовая ярмарка это мощный бренд Киева. Там не только торгуют, но и проводят масштабный деловой саммит. Контракты влекут в город людей самого разного пошиба. Крупных бизнесменов и помещиков, купцов и безработных, нищих и воров. Тут оборачиваются десятки миллионов рублей. Заключаются грандиозные сделки. Покупаются, продаются и проигрываются в карты целое состояние. В середине января 1913 года на Александровской площади Подола, сегодня Контрактовая площадь, уже монтируются торговые ряды, деревянные балаганы. Места к этому времени уже давно забронированы торговцами. В Контрактовом доме предварительно оборудуют лавки. Там точки занимают еще с прошлого года. Происходит это так, купцы завсегдатые заранее вносят в городскую кассу 25% залога. Особенно пронырливые умудряются забить себе сразу несколько площадок, а потом сдают их в субаренду. При наличии лишних мест городская управа устраивает открытые торги, чтобы выручить дополнительные средства. Ярмарка открывается 1 февраля. Покупателям предлагают самый разнообразный ассортимент товаров. На площади доминируют торговцы пряниками, халвой, пастилой и другими сладостями. Пряничным королем контрактов считается купец Максим Нечаев. За сезон он продает до 500 пудов своего товара. Пряники Нечаева так популярны, что в 1913 году на контрактах оборудованы целые 6 мест Нечаевской торговли. И непонятно, во всех ли точках продают оригинальный товар или кто-то мимикрирует под успешную торговую марку. Рядом торгуют вяземскими, тульскими и нежинскими пряниками, но делает их тут же в Киеве, в основном на Куреневке. Местные жители и гости города приобретают товар весьма охотно. Конкурируют с пряниками французские вафли. Их готовят прямо на месте, на глазах покупателей. А продавец умело изображает из себя настоящего француза. Постоянные алле и сельвупле существенно поднимают уровень продаж. Позади пряничников стоят колонтерейщики и торговцы детскими игрушками. Ближе к контрактовому дому устали со своими деревянными изделиями. Зеваки постоянно толпятся у рыбных балаганов купцов Суворова и Смирнова. Для приманки клиентов они выставляют на витринах огромные замороженные рыбины, весом под 40 пудов. Но не все рыбные торговцы добросовестны. 28 февраля полиция Подольского участка во время рейда находит 7 пудов совершенно непригодной красной икры в балагане купца Абрамовского, а в балагане купца Войнова 4 фунта протухшей сенги. Большую площадку у храма Успения Богородицы Пирогощи занимает экипажный отдел. Деревянные брички и шарабаны продают в основном волынские фирмы Фукса, Фельдгауза, Рубинштейна и Хамитского. Торговля экипажами хорошо идет под конец ярмарки, когда сельские жители, уезжая из Киева, покупают транспортные средства. Фасад контрактового дома пестрит разномастной рекламой. Внутри царит ажиотаж. Часто уже на входе покупателей встречает огромная толпа желающих посетить торговый центр. Полиция сдерживает народ и запускает публику внутрь небольшими партиями. Престижный верхний этаж дома занимает приехавшие из Петербурга, Москвы, Кавказа, Крыма, Астрахани и других уголков империи купцы. Они предлагают киевлянам шелк, ковры, драгоценные камни, золотые и серебряные вещи, часы, роговые и кустарные изделия, граммофоны. Большим спросом пользуется так называемое казанское мыло. Его специфический запах распространяется повсюду и покупатели берут этот товар большими партиями, чтобы хватило до следующей ярмарки. Дамы к летнему сезону массово покупают царпинку, тонкую хлопчатопумажную ткань, клетку или полоску. В нижнем зале контрактового дома выставляют галантерею, кожаные изделия, стальную продукцию павловской кустарной артели. Гвоздь торговли в контрактовом доме магазин японских товаров. Там продают фарфор, бумажные и шелковые веера, кимоно, картины, фигуры из слоновой кости, японские куклы и головоломки. Киевлян манит восточная парфюмерия, духи с запахом хельзантемы, лотоса и мимозы. Покупатели интересуются не только ассортиментом, но и продавцом, настоящим японцем. На ярмарке появляются новинки, мягкая мебель, кавказский шелк, чучело птиц, картины, в основном плохие копии хороших мастеров, открытки с различными рисунками. Полиция обвиняет открыточников в торговле порнографии, ведь на карточках нередко красуются фривольные дамы. Залог успешных продаж – это зычный голос продавца. У кого здоровое горло, тот и лучше торгует, гласит неписанное правило ярмарки. Поэтому над Александровской площадью в дни контрактов стоит невыносимая звуковая какафония. В 1913 году городская дума продлевает контрактовую ярмарку до 11 марта. В ее последние дни торговцы существенно сбрасывают цены, приманивая любителей дешевизны. В результате распродают почти все. Торговый ажиотаж на подоле – это лишь часть контрактов. Сделки на миллионные суммы заключаются, когда в Киев приезжают так называемые контрактовичи – сахарозаводчики, земли и судовладельцы, арендаторы, лесопромышленники, представители угольных рубников. Главный двигатель деловых контрактов – сахарная промышленность. Сахарозаводчики и их агенты завязывают переговоры с авторами, которые выращивают свеклу. При благоприятных обстоятельствах договора заключают на несколько лет вперед, а землевладельцам выдают аванс. Сахарозаводчики также договариваются о покупке техники для модернизации строительства новых заводов. Поэтому в городе обретаются представители заграничных машиностроительных фирм. Сахарных магнатов поджидает и агенты собственников угольных копий. Они желают заключить обильные выгодные контракты на поставку минерального топлива. Как правило, покупают более дешевый донецкий уголь. Вторая по значимости группа сделок торговля зерном будущего урожая. Она привлекает толпу хлебных спекулянтов. Те пытаются заполучить зерновые по бросовой цене для дальнейшей перепродажи. На контрактах владельцы крупных мельниц закупают у сельских хозяев пшеницу на муку. Арендаторы земли и купцы торгуются о продаже зерновых. Земля – это третий важный предмет сделок киевских контрактов. Покупает крупные имения и небольшие хутора. Сдают в аренду сельскохозяйственная площадь. Свою долю заработка в зерновых и земельных вопросах получают пронырливые посредники – факторы. Они сводят землевладельцев с капиталистами и купцами. При обилии сделок месячный заработок фактора позволяет ему год кормить семью. Во время контрактов заключают сделки на покупку-продажу бобовых и маслянистых культур, картофеля, земледельческих машин и орудий, лесокругляка, мешков, бумаги. Судовладельцы принимают подряды на перевозку грузов из Киева в Екатеринослав, Гомель, Мозырь, Кременчуг, Черкассы, Переяслав. Строительные конторы и подрядчики оформляют заказы на возведение целых заводов – сахарных, винокуренных, лесопильных. Банки, кредитные конторы, частные взаимодавцы трудятся в поте лица, предлагая землевладельцам кредиты под разный процент в зависимости от конъюнктуры рынка. В 1913 году из-за кризиса свеклосахарной промышленности дельцы более осторожны, чем обычно. Банки повышают кредитный процент, а авансы за будущий урожай уже не такие щедрые. На этом фоне арендатора земель добиваются понижения арендных ставок. Предложение по продаже земли намного превышает спрос. Сделки заключаются преимущественно по мелким участкам хуторского типа. Цена на зерно будущего урожая падает на 15 процентов, что снижает барыши посредников. А стоимость угля и дров наоборот растет на 30 процентов. Но сахарозаводчикам деваться некуда. Ценовую политику на рынке диктует несколько игроков. Крупнейший из них – синдикат «Продуголь». В период контрактов Киев наводняет безработные квалифицированные служащие. Агрономы, механики, химики, конторщики ищут место под солнцем, на сахарном заводе или сельскохозяйственном предприятии. Если не везет, посещают разные лекции, надеясь встретят там нужных людей, которые помогут им пристроиться. Контракты 1913 года – время всевозможных деловых, научных съездов и собраний. Заседают химики и техники сахарных заводов. Собирает свой форум Киевское общество сельского хозяйства. Всероссийское общество сахарозаводчиков. Проходит областной съезд животноводства. Особенное внимание привлекает собрание акционеров сахарных заводов, где распределяют дивиденды. Паи и акции переходят из рук в руки. Погашаются старые долги и приобретаются новые. Деловые контракты превращают центр Киева в движущийся поток людей и экипажей. Гостиницы заранее поднимают цены втрое. Для тех, кому они не по карману, жители предлагают комнаты в больших квартирах. Места обычных биржевых сделок – Крещатик, Большая Васильковская и прилегающие улицы. Возле гостиницы «Орион» на Большой Васильковской, кондитерской «Симодене» на Крещатике и вплоть до гостиницы «Континенталь» на Николаевской улице царит столпотворение уличной биржи. Февральские контракты – это маленькая жизнь Киева, яркая и насыщенная. Она превращает город в центр деловой активности всего юго-западного края Российской империи. Ярмарка заканчивается, но все уже готовятся к следующему сезону. Уезжая из города, торговцы, капиталисты, помещики и промышленники не прощаются с ним, а говорят лишь до свидания.